Пациент должен сам себе поставить четкую цель, задачи, какие он считает, он должен сделать. Если самый простой пример это маленький ребенок, у которого есть лопоухость, правильно? Тут действительно прямые показания делать эту операцию, причем лучше всего делать ее еще до школьного периода, поскольку это может нанести небольшую психологическую травму ребенку. Как только он приходит в первый класс, тут же у него под боком порядка 20-30 таких же детей в одном классе, во всей школе еще больше детей. И как правило бывает так, что дети могут издеваться. Это нанесет определенную травму. Поэтому лучше всего сделать как раз такую операцию перед этим. Если же мы говорим уже о взрослых людях, которые уже сформировались как личности, то опять-таки многие из них ставят себе целью что-то улучшить себе. И как правило это бывает возможное решение каких-то таких психологических проблем. Человек пытается найти уверенность в себе. Он возможно считает, что какое-то событие в жизни повлияло на него так, как он не хотел бы. И если он исправит какой-то недостаток в себе, будь то нос, веки, подтяжка лица даже, да все что угодно, его жизнь сможет поменяться. Как правило это действительно так, и это очень хорошо, потому что любое изменение внешности в данном случае приведет к уверенности человека в своих собственных силах. Он станет более уверенным, он сможет реализовать свой потенциал, он сможет идти дальше по жизни со высоко понятой головой, уже не стесняться этого недостатка. Поэтому самое главное, что он должен понять четко, что он хочет и поможет ли ему это. Как выбрать врача? Тут сложно сказать действительно, нету прям рецепта такого. Поскольку действительно можно ориентироваться на отзывы своих друзей и знакомых, кто же делал операцию успешно или неуспешно. Можно ориентироваться на интернет отзывы, но сейчас довольно все непросто в этой сфере. Также, конечно, реклама, что тут поделать. А самое главное, после того, как вы уже нашли какого-то врача, допустим, по отзывам или в интернете, вам нужно пойти и с этим врачом лично пообщаться, поговорить с ним, обсудить, возможно, даже несколько раз с ним встретиться и понять действительно, что он предлагает, что вы хотите от этого врача. И только уже за счет доверительных отношений с этим врачом можно решить, подходит он вам или не подходит. Субтитры сделал DimaTorzok